Взгляд изнутри. Третий день в Белгородской области работают журналисты средств массовой информации России и Республики Беларусь. Тема пресс-тура – развитие агропромышленного сектора страны на примере нашего региона, который по праву считается лидером сельскохозяйственной отрасли. Поездка была инициирована белорусской стороной совместно с постоянным комитетом союзного государства «Россия-Беларусь». Как Белгородщине удалось выйти в лидеры отечественного агропромышленного комплекса? Этот и многие другие вопросы журналисты смогли задать напрямую первому лицу региона Евгению Савченко. Подробности у Натальи Войтенко. Для более 20 представителей ведущих СМИ Беларуси и России открыли двери даже те производства, куда посторонним вход строго запрещен. К примеру, цех обвалки – одно из крупнейших площадок агрохолдинга «Мираторг» в Короче. Очень интересно сравнить технологии наши, ваши, потому что у нас тоже, как вы знаете, отрасль сельскохозяйственная, молочная, местная, очень сильно развита. И мы видим, что очень серьезно развита именно АПК в Белгородской области. Очень много людей работает в этой сфере. И видно, что действительно объемы производства, мы уже видим, просто поражают. За несколько дней журналисты посетили ряд передовых агропромышленных предприятий области. Поэтому вопросы главе региона на пресс-конференции задавали, уже имея представление о масштабах и уровне развития АПК. Белгородский аграрный феномен журналисты объяснили для себя двумя составляющими. Это Чернозем и руководство губернатора Евгения Савченко. Глава региона назвал свои причины успеха. Это профессиональная команда, способная решать практически любые задачи и своевременная централизация в собственности на землю. Что у нас есть, чего нет других. У нас есть земля в собственности. Я не знаю, что кто-то еще скупил землю в собственность, да еще в таких объемах. Мы более 50% ее скупили. Это мощнейший рычаг нашего управления. И любому инвестору ему выгодно иметь дело с одним собственником, то есть в лице государства, чем идти с тысячами упайщиками договариваться. Там никогда ничего не договориться. Создание регионального земельного фонда в свое время дало мощный толчок развитию в области крупных вертикально интегрированных хозяйств. Многие из них уже вышли из инвестиционной фазы и крепко стоят на ногах. Сегодня в регионе принципиальным стало направление импортозамещения. 86 проектов на общую сумму около 200 миллиардов рублей. Белгородская область работает на потребности всей страны. Поэтому журналисты спросили у Евгения Савченко, как он оценивает продовольственную безопасность России. На что губернатор ответил. Обеспечение продовольственной безопасности – это уже вопрос истории. Сегодня на повестке дня – освоение зарубежных рынков. Нужны проекты, нужны системные решения. Вот это, я считаю, сегодня самое главное, что не достает, в общем-то, для того, чтобы мы заявляли себя в мире. Но нас же никто и не ждет, потому что рынки заняты в основном. Поэтому нужна система сертификации. Нужен какой-то продукт, с которым надо выходить, который не имеет никто. С чем сегодня Россия может с каким продуктом выйти, который не имеет никто? Очень просто. С экологически чистым продуктом. Помимо развития АПК, журналистов интересовали вопросы реализации социально-экономических проектов, примеры социальной ответственности бизнеса, а также сотрудничества Белгородчины с Республикой Беларусь. По итогам встречи участники пресс-тура не скрывали эмоции. У нас была встреча сейчас с губернатором, с вашим Евгением Степановичем. Тоже мы в полнейшем восторге. Это человек, который действительно любит эту землю, любит свой этот регион, любит людей. И поэтому очень много сделано. Поездка оказалась полна открытий не только для белорусов, но и для российских, столичных журналистов. А москвичи иногда упрекают, что они знают жизнь в районе Садового кольца. В данном случае я могу согласиться, это правда. Потому что наш приезд сюда развеял столько мифов, которые существовали. Это как снежный ком, который раскручивается. Увидели мы, расскажем другим. Можно предположить, что первый рассказ или публикация будет посвящена мясному производству. Обмениваясь впечатлениями вдали от камер, журналисты признались, отныне будут искать на прилавках своих магазинов мясо только белгородских производителей. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко, Новости мира Белогория.